Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы пишете комментарии, за то, что обвиняете меня в том, что я кого-то забанил. А забанить я могу запросто, потому что если человек пишет какую-нибудь ахинею, не относящуюся ни к чему, то я могу его забанить. Извините, это редко случается, но тем не менее. Не хочу никого банить, давайте пишите комментарии, это очень интересно, на самом деле интересно и помогает мне вспомнить о тех пластинках, которые я тысячи лет не слушал, а тут, при этом они мои любимые, потому что они у меня дома стоят в шкафу, вот, я их достаю, с удовольствием слушаю, а потом показываю вам здесь. Но сейчас я хочу показать пластинки не те, которые стояли у меня тысячу лет дома, а которые стоят и крутятся на моем проигрывателе сравнительно недавно. Вот группа The Pineapple Teeth. Эту пластинку подарила мне моя дочь, любимая, за что я дико признателен. У меня всего две пластинки Pineapple Teeth, а всего их 18. Но я надеюсь, что когда-нибудь я соберу все 18 пластинок этой английской группы замечательно, потому что я ее очень люблю, она мне очень нравится. Опять-таки, дома два альбома всего, но я слышал и некоторые из 18, все 18 не слышал, но это много. Вот, но надеюсь, что когда-нибудь они у меня появятся все в доме и я смогу наслаждаться уже не будучи зависимым от интернета. В интернете я вообще не слушаю ничего, честно говоря. Иногда тыкаю просто, чтобы понять, что там такое происходит, но в принципе не слушаю, не люблю. Не смотря на то, что я сижу вот здесь вот перед вами в YouTube и пользуюсь им. Это же для общения. Одно дело общение, а другое дело информация в интернете. Информация это... Интернет вообще говно на самом деле. Большое. Вот что я могу сказать. Но это диалектика. Мы этим говном пользуемся и иногда получаем от него, соответственно, пользу. Да, диалектика никто не отменял. Так вот, The Pine Ablative. Я не знаю, понравится вам эта музыка, не понравится. Может быть, она вам уже нравится, а может быть, уже не нравится. Я не знаю. Это команда, которая мне лично приходится просто по душе, по сердцу, по мозгу. Вот такой у меня мозг уж, извините, да. Я боюсь, произносить это определение прогрессив рок. Ну, чтобы было понятно, я для себя так это не называю. Я называю это просто хорошей музыкой. Кайфовой, современной. Кстати, о современности. Вот представьте себе, что мы находимся в 1975 году и нам приносит пластинку с музыкой 1955 года. И мы скажем, какая старина вообще. Понравится, не понравится, другое дело. Это совершенно дело десятое. Но, в принципе, это глубокая архаика уже была в 1975 году. Глубочайший уже какой-то просто… Хотя это один и тот же век, но такое ощущение, что это какой-то прошлый век, совсем другое. А эта пластинка 2003 года, то есть вышла она 21 год назад. Да, я не ошибся. 21 год назад. И вот проведем параллель, да, между 1975 годом и 1955, в разницу восприятия, и 2024 и 2003, в разницу восприятия. И здесь восприятие такое, как будто эта пластинка записана вчера, на самом деле. И по звуку, и по качеству, качеству… Ну, не качеству музыки, потому что качество музыки у Фрэнка Синатра и у, там, не знаю, у Deep Purple, это… Можно еще поспорить, что лучше. Где музыка интереснее? Та, которую пел Фрэнк Синатра или та, которая играла в группу Deep Purple? Большой вопрос. Большой. Для меня лично вопросов нет здесь. Я не буду свое мнение озвучивать. Не по качеству музыки, а по восприятию, по адекватности восприятия. То есть абсолютно современная музыка, которая записана 20 лет назад. И ничего. Вот то, что надо прямо вот сейчас, и здесь, и сейчас, в этом нашем мире, страшно. Музыка… Я читал очень много рецензий на «Пайный Плотив», и в каждой рецензии есть слово «красота». В каждой. В хвалебной, в ругательной. Ругательной, как правило, сводится к тому, что музыка скучная, занудная и неразнообразная. Хотя это неправда. Ни первая, ни вторая, ни третья. Но при этом все пишут, что она очень красивая. Ну, а те, кто хвалят, уж прямо вот начинают. С того, что неземная красота. Ух, как красиво. Ух, как Брюс Сорт, конечно. Как Брюс Сорт сочиняет такие изумительные песни. Медленные, прозрачные, в то же время мощные, в то же время переливающиеся такие. Очень современные и роковые, в общем-то. Хотя, таких вот, такого рока, а-ля, а-ля там, не знаю, что, рок. Такого-то близко нет, конечно. Ну, и сравнивают эту группу одновременно с Radiohead, с Porky Pine 3, поздние пластинки с King Crimson. Я подозреваю, потому что эта пластинка восемнадцатого года у меня. Подозреваю от того, что пришел туда барабанщик Гэвин Харрисон, который играл и в Porky Pine 3, и в King Crimson. И считается многими, если не одним из лучших, а лучшим, прямо вот лучшим барабанщиком мира современного, Гэвин Харрисон. Прямо вот, все говорят, что это лучше. Не все, а там, люди говорят, что лучший барабанщик. Я уже много раз говорил, что лучших барабанщиков не существует, также, как лучших гитаристов и лучших вокалистов. Но, тем не менее, Гэвин Харрисон – это фигура в музыке, не буду говорить, что в барабанах, это само собой, но в музыке вообще эта фигура очень значимая он и продюсирует пластинки дополнительных играет естественно там и не то что продюсирует он пишет аранжировки помогает соду писать аранжировки и то что барабаны он делает это понятно но и аранжировки вообще построение песен ну я вот об этом альбоме это альбом называется в рейш национальный дрем 2003 год третья пластинка дополнительных напомним что всего их 18 уже на сегодняшний день и много-много в середине десятых годов говорили о том что это лучший альбом группы лучший альбом что первые два альбома были не очень и кстати горе не слышал первые два альбома поверим на слово а третий альбом это просто прорыв прорывной это действительно я не знаю сколько это прорыв но это очень хорошая музыка настолько она красивая и но опять таки я сказал для любителей радио хиты покупаем 3 это будет самое то что нужно они нежнее чем радио хит и не могу сказать мелодичнее чем покупаем 3 потому что там с мелодикой все в порядке но они они душевнее если покупаем 3 эта группа холодная принципе достаточно то это очень теплая музыка очень теплая и какая-то такая домашняя проникновенная но при этом не уси-пуси никакие это серьезная такая интересная опять-таки вспомню это дурацкое определение прог-рок еще про эту группу пишут что это прогрессивный рок без прогрессива то есть здесь нет традиционных уже в этом жанре соло сложных сложных смен ритма сложных каких-то удивительных построений сбивок изменения ритмической структуры до каких-то уходов а тональность а тональность смену тональности то есть все навороты современного этого прогрессивного самого рока здесь этого нету но при этом это тот самый прогрессивный послушайте и поймете что я имею ввиду насладитесь этой музыкой замечательный высоп сайт первый номер начинается с акустической гитары кажется все так хорошо ну и традиционно песня разрастается разрастается акустическая гитара мелатрон электрическая гитара очень скупая очень то есть не то что ее мало и и достаточно много но она не уходит в эти вот 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 этот вот ужас какой-то невероятный хотя бывают и красивые вещи там но очень все нами прямо песня песня вот задача группы донести до вас песню и она доносится да она вырастает наполняется силой мощью мелатрон становится громче гитара громче барабаны громче и все просто при этом дико дико мелодично дико просто мелодично и немножко даже в хорошем смысле усыпляющая такая легкая легкий приход нирваны начинается второй номер till will remain unspoken поживее с акустической гитарой пошла вроде как баллада вроде как фолк какой-то но фолк быстро забывается потому что начинается опять около космические вариации вы его и пару вайпу 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 трейлз третий номер неземной красоты просто баллада а вот run me throat четвертая вещь она уже уже мы понимаешь это рок-группа хотя первые три номера тоже рок давно медленный такой медленный но мощный тяжелый красивый а вот эта песня это уже понеслось 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 и в общем понеслось достаточно сильно и принеслось к парт zero последняя на первой стороне тут уже здравствуй привет ребята слышали king crimson и любят его и делают ему реверанс небольшой такой что неожиданные гитарные гитарно-барабанные взрывы на фоне такой 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 пустынный пейзаж красивый 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 вот это вот как мы любим все все такое ну и на второй стороне такая внеземная красота добита битер пил с фортепиано чуть-чуть начала такой и по пошло дальше пошло 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 и пришло к keep dreaming песня которая длится что-то около 13 минут и вот там уже все там уже вся красота на все то на что способны артисты из группы pineapple teeth и она не скучно эта песня она длинная она вот со сменой ритмических ритмической структуры со сменой гармонии меняется со сменой темпа но все не скучно не надоедает и не нарочито что самое главное очень естественно очень логично и в нее так ныряешь как в теплое море и море слегка волнуется и по этим волнам ты так плывешь 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 и приплываешь к поздним альбомом но условно поздним да ведь 2018 год вот эта штука диссолюшн называется она сюда пришел уже в качестве барабанщика горин харрисом тот самый про который групп самом начале и состав тоже достаточно сильно изменился практически практически совсем изменился стал остался были сорт только как главный автор певец и гитарист этой группы и вместе с говеном харрисоном а также с джоном сайксом стивом китчем и джорджем мэрисом они здесь наваяли будь здоров какое полотно пластинка посвящена разобщению нас с вами мы все живем атомарном таком состоянии каждый сам за себя по большому счету это так и есть и вот эта штука она здесь проявлена очень сильно и музыка тут я вам скажу просто фу-фу-фу какой редкой мощи достигает редкой мощи может быть но даже я бы сказал что если говорить о звуке а плотности это помощнее чем самые поздние альбомы king crimson потому что ну за счет того что уже другие технологии немножко уже все выросло и манера игры уже изменилась технические приемы музыкальные совершенствуются изменяются и появляются новые каждый год практически если не каждый месяц то здесь конечно у google как и и все начинается спокойно тихо с фортепиано да потом понеслось с трояса трояса и майт понеслось и принеслось к третьей песне третий мигуар тут уже все мастерство говена харрисона мы на барабанах прочитываем хотя все в порядке на первых двух произведениях на втором точнее первое вообще это такая фортепиано история но здесь уже все вот ритмические чудеса вся фантазия и все 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 бьет ключом и продолжает бить всю дорогу дальше с мощнейшими гитарами с синтезаторами с мелатронами просто круто и интересная штука white mist на второй стороне 11 минут здесь играет дэвид торн на гитаре если вы любите его гитарные забывания и космические полеты и погружение из космоса прямо под землю как умеет на гитаре это изображать то вот white mist будет самое то что нужно все пластинка по звуку достаточно тяжелая недостаточно а я даже сказал сверхтяжелая ну многим любителям там разного рода металла это покажется ерундой но на мой взгляд это плотность такая что дай бог каждому но при этом очень красиво безумно красиво пошел пить все пока